приветствую вас на канале крысяки и пупсяки сегодня на экране не татоша и емеля фотографии индии давно обещала снять такое видео и рассказать вам о своих впечатлениях после поездки в индию я была там три раза первый раз когда я ехала в индию я еще не знала что там так здорово второй третий раз я просто мечтала туда попасть и до сих пор хочу еще поехать потому что мечты когда-то еще мы избудутся когда поедешь в индию просто там можно сказать остается сердце впечатляет все вот эта простота доброта вот эти храмы огромные на каждом шагу красивые старинные такие как сказать намоленные просто все это впечатлил совершенно другая культура вообще очень интересно что меня еще очень впечатлило это их любовь к животным они любят животных они их кормят из-за этого тоже много мусора много какой-то грязи представьте вот если вы держите дома животное у вас один-два зверя это сколько за ним уборки а там вся страна такая во первых людей много и животных много они бродят ходят никто никого никуда не отстреливает не отлавливает вот обезьяна к нам в номер ломится хочет если она зайдет к нам в номер то там разорвет все такие интересные звери но они очень уважительны и очень добры и ценят каждую жизнь то есть ну ходит он такой вот тут вот попрошайничает может немножко голодный но ник никого не обидит какими-то камнями не забросают каждому какая-то еда в мире найдется нету такого что этого надо усыпить этого надо куда-то там в приют какой-то куда-то ходят себе животные живут чем-то кормятся ну конечно же большой плюс что у них там тепло у них круглый год тепло и поэтому животным не холодно они там ходят себе что-то покушать найдут кто-то покормит где-то какой-то лавке что-то украдут животных так сильно не наказывают они там возьмут палку покричат постучат что-то там но не обижают я никогда не видела чтобы индусы обижали животных кто бы это ни было не могут грозно так угрожать им ну потому что они могут сильно нашкодить вот например обезьянам и когда были в отеле жили они прибегут ну ведь вода это все это да и прибегут открутят все краны и льется вода таким огромным напором представьте там 10 умывальников они так включили хозяин пришел там или кто там смотрит за отелем выключил вот они опять прибегут включат вот такие вот зверьки они просто сплошь и рядом встречаются это мы сидели в кафе и такие брундучки бегали тут по дереву возле потом голову вверх поднимешь там павлин сидит на дереве то есть вот так вот очень интересно растения такие необычные такие какие-то райские красивые коровы вот просто ходят по улицам до их много с ними ничего не делают они просто ходят находят себе какое-то пропитание никто их не убивает не ест она пришла на ступенечках что-то просит дайте мне что-нибудь покушать понятно что они какие-то где-то немножко худоватые может не всегда находят себе столько сколько нужно пропитание во всяком случае зато их никто не убивает и не ест и на котлеты ни на какие не пускает они так что-то кушат кто-то им там какого-то сена дал покушали подойдут к лавке как только какой-то кожуры бананов кто-то даст каких-то листьев капустных какие-то остатки то есть каждому зверю родилось животное и ему уже где-то есть еда в этом мире это только искусственно голод какой-то искусственно чего-то не хватает впечатляет вот эта простота люди шли-шли остановились легли полежали отдохнули пошли дальше это все очень просто нет вот это вот такой какой-то ложной гордыни такой нашел устал можно полежать отдохнуть идти дальше ну конечно они такие коровы диковинные очень интересные такие вот горб у них такой рога такие интересные очень такие смешные причем они все не агрессивные такие в основном спокойные ходят вроде знаю что их никто не обидит собаки тоже спокойные вот впечатляет то что мы гуляли на берегу океана и там такая оживленная улица народу столько лежит собачка вот видите как бычок он пришел тут что-то какие-то отходы доедает наверное сок выжимают свежий и в этом пришел там что-то жует и вот собачка лежит такая прямо на этой оживленной улице люди ходят крики музыка какая-то шум гул машин такой там сигналят все она лежит прям спокойно посреди дороги и кормит своих щенков вы когда-нибудь еще такое видели идете по улице тут прям собака кормит своих щенков вообще никогда такого не видела чуда вот она просто так это говорит о том что они очень любят животных насколько это можно заботиться там о них вот так подойдет какой-то кусочек ей дадут в лавке там корове другому какому-то зверю все у них просто у них есть какая-то хижина какая-то крыша над головой они светятся все понимаете вот это просто впечатляет можно сказать нищета а в глазах счастье и радость просто даже как-то трудно это понять да мы все что-то хотим хотим каких-то лучше домов папка богаче мебель какую-то покруче телефон там ноутбук там еще что-то да у них ничего нет и ты смотришь и просто счастливые лица но еще там солнце много конечно когда у нас в наших странах мало солнца мы такие менее радостные но все равно я вижу вот эту просто ну вот видела и хочется еще туда поехать эту простоту людей люди очень простые вот подходят к тебе что-то сфотографироваться с тобой захотели что-то улыбаются очень улыбчивый народ очень простой такой вот как-то не знаю вот очень нравится мне индусы да может быть они бывают особенно вот торговцы хитроваты могут тебя на деньги там развести могут что-то обмануть и конечно же и вот этих всех мошенников там бандитов там тоже хватает приезжают специально большие города где туристы и там кто-то так зарабатывает как и везде и в общем-то в индии население такое видите вот просто живет женщина печечка такая вот она там что-то кушать себе приготовит на там каких-то веточках палочках очень нравится их лавки и приходишь в лавку просто впечатление такое я после первой поездки я не могла даже отойти захожу в наши магазины и я в шоке ты заходишь к ним они тебе так рады независимо от того будешь ли ты у них покупатели не будешь не тебе все покажут все развернут там какие-то по 5 по 10 метров тканей развернут на всю лавку а ты говоришь ой простите простите я не буду покупать я только хотел ноу проблем но проблем типа я все потом сложу не переживай и представляете ты у них например там что-то смотрел смотрел но не выбрал и уходишь ну думаю что сейчас вообще проклянут тебя там неизвестно что они окей приходи tomorrow там и все такое еще там тебе чаем угостят и там благословений каких-нибудь пошлют тебе вслед и и счастье и здоровье тебе там пожелают и все все просто ты просто но идешь такой вот в шоке ты думаешь а как это вот собачки такие милые ну конечно собачкам там тяжело потому что жарко очень они они как бы ну вот вот такие хрюшки там лежат и но лежат смысле живут никто их не ест по несколько сами себе там живут не бояться что их сожрет кто-то да так у них семья смотрите спят миленько такие как котята черепахи такие огромные мы видели по которым по 200-300 лет просто очень интересно увидеть их в живую на таких огромных вообще животные интересных таких окрасов какие-то немного необычные такие такие как у нас отличаются все в принципе все отличается от нашей культуры все отличает я почему так тороплюсь быстрее говорю потому что хочется побольше вам всего рассказать и думу боже мой я же еще даже не начинала рассказывать что впечатляет еще впечатляет вот это уважение к старшим значит ты ну вот малейшие кто-то чуть-чуть старше и все и такие вот вот эти вот все животные знаете какие они красивые милые они не боятся не просто вот так смотрите собака спит вот какая-то ступенька что-то релакс то она спит это не просто что-то такое писали голову положила на ту ступеньку сама здесь классно и да так вот в общем то животное находится ну не находятся в стрессе даже если им чего-то не хватает даже если они там чуть не доели и это самое главное самое главное для животных безопасность а в индии они себя чувствуют безопасно их особо там никто не обижает конечно всякое бывает уже даже сейчас есть что и коров начали там есть но в основном это мусульмане индусы коров не едят просто себе ходят бродят вот и кто-то их кормит кто-то чем-то угощает и так они и выживают это я вот собачкой сижу везде где-то я животных тоже найду муж мы тоже любят животных вот с коровками обнимался это вот я в лавке вот видите как они развернут эти огромные рулоны а ты еще ничего не выбрал не придет вообще не проблема приходи завтра придешь не придешь они все равно тебе рады ты на следующий день придешь они тебе что-то покажут и ты еще не решился не выбрала не все равно тебе будут рады и все хорошо вот этот вот позитив у них нету привязанности такой что там купил ты у них не купил если не купил тут и тут вообще иди отсюда такое же отношение что ты купил что ты не купил все равно бы такое доброе отношение к людям это вот очень впечатляет слоны конечно классная так вот тоже интересное животное их так близко увидеть разные птички такие интересные необычные вот это уважение к старшим однажды мы ехали в поезде принес пришел разносчик обедов он принес обеды что-то у нас очень расспрашивал все ему было так интересно он спросил а кто в вашей компании самый старший была женщина самая старшая где-то 50 лет вот и мы сказали что вот она он склонился коснулся ее стоп и при принес колбу вот такой знак почтения к старшему человеку не то что там ему там 90 лет и вот его уважают за станут он старый старший такой почтенный возраст нет просто вот этот человек самый старший в этой компании вот ему выразили почтение вот это вот конечно тоже очень впечатляет что еще меня очень сильно порадовала впечатлило такой вот позитив оставила множество разных вероисповеданий и никто никого не критикует не верующих людей там нет все кто-то как-то по-своему бога верит и никто не критикует твою религию ты веришь в иисуса христа хорошо кто-то верит в кришну хорошо кто-то шри его там кто-то поклоняется кому-то нет вот этих вот проблем нет критики вот это вот мне очень рада то есть они в целом принимают вот это что есть господь есть бог каждый выбирает свой путь к богу вот свою эту тропиночку какая-то ближе какая-то дальше какая-то окольными путями ведет но все ведут к богу они это понимают они это знают они это ценят и очень уважают и вот мы приехали они вот понимали что мы тоже верующие люди и в деревнях они даже нам кланились они кланились что у них такое впечатление что мы здесь сильно деградировали да вот такие вот белые мы тут люди деградировали да у нас тут водка селедка и коров едим да и когда мы приезжаем вот так вот в индию к ним когда они видят что мы верим в бога ходим храмы они приносят нам свои поклоны вот прям вот так вот опустится на землю и кланяется тебе никому-то где-то вот тебе потому что он впечатлен вот он превозносит тебя что ты вот приехал откуда-то к ним вот видите какая простота устал лег поспал отдохнул и храмов очень очень много по всей индии но мы во всей индии не были мы были в некоторых местах мы больше по святым местам были в паломничестве это майя пур пуре вриндаван там еще некоторые места вот ну в основном вот эти вот три места и там даже в маленьком маленьком городочке там вообще 10 10 тысяч 10 километров 10 километров городок вот такие интересные всякие растения фрукты там вот очень разные диковинные очень интересно вот и в таком маленьком городочке то может быть 5000 храмов то они разные маленькие то есть они все считают храмами там небольшенький такой типа алтарик там храмик и все это уже считается храм не очень верующие люди глубоко верующие разница там очень сильно то есть если у нас так все так примерно средненько живут вернее все ниже среднего птички такие интересные тоже на деревьях если у них все живут у нас все живут так все в основном ниже среднего до ближе к бедности то у них очень большая градация от нищеты до очень очень богатые есть очень богатые люди что нам и не с ним вот купалась я прям вот так в одежде потому что там у них не заведено такого что вы женщина оденет там мини бикини стринги там да и вот пойдет такая полуголая купаться на привлекать мужчин мужчины должны быть защищены то есть если ну вот он женат вот или не женат еще вот то есть мужчины должны быть защищены от вот этих вот наблюдая лицезрение красивых женских форм и поднятия вот этого вожделения поэтому женщины купаются в какой-то такой одежде специально это вот свадебные машины у них свадебные церемонии вообще классически раньше свадьбу праздновали месяц месяц гуляли почему так долго чтобы потом оставались впечатления и люди не разводились до определенного времени у них был очень очень маленький процент разводов и сейчас даже он самый низкий почему потому что индусы говорят вы женились на тех кого вы любите а мы любим тех на ком мы женились люди сначала сходятся женятся потом они уже начинают развивать отношения любить а мы сначала таки ой влюбились и быстрее поженились ткацкие такие станки и простые видели вот как откуда те все ткани очень интересно посмотреть как это все происходит такие все довольно древние такие скажем примитивные такие станки ну как посмотришь и думаешь боже мой как у них ловко получается и такой шух 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 уже все тут сткали все готово очень интересно мы даже что-то попробовали нам разрешили там тоже что-то эти станки там поэксплуатировать немножечко посмотреть как там ниточка туда сюда идет но храма конечно обалденной красоты просто вообще росписи какие там потолки и стены там просто можно стоять и часами разглядывать вот эти вот росписи рисунки просто завораживают творчество вот это вот искусство у них тоже очень развита и картины они рисуют и пишут вот я даже не вообще просто эмоции просто распирают я просто хочу снять потом еще видео пишите если вам интересно если вы хотите продолжение у меня несколько тысяч фотографий это я так набросала какие какие там увидела по чуть-чуть собрала в папочку чтобы снять вот это видео а если вам интересно еще больше вот я я расскажу больше ну конечно же приезжаешь сюда и это ящерица даже мужа на голове сидела когда очень близко живешь с природой животными разными но очень близко вот как то так сливаешься прямо с ними вот когда потом возвращаешься из индии конечно первое время немножко даже такая чуть-чуть депрессия хочется вот хочется чтобы это продолжалось вот хочется еще причем мы были в индии самая маленькая одна поездка за было полтора месяца так в основном два месяца вот жили там в отелях модели недорогие как-то тогда это стоит буквально там 5 долларов сутки сейчас подороже приезжаешь домой хочется вот этого продолжения вот этой вот простоты потому что люди совершенно другие если у нас есть такие простые добрые люди то там у них практически все таки очень гостеприимные просто порой вот это гостеприимство просто шокирует тебя потому что как такое возможно это не кота чужого человека увидит они его и накормят и там и подарками одарят и вообще как-то зашли в один магазин и там друг мужа что-то покупал а я просто поинтересовалась спросила костюмчик для дочери я не купила ничего потом она выходе уже там продавец говорит я хочу как тебя зовут я хочу тебе подарить вот этот вот я не могла понять как это так я говорю сколько стоит я давайте заплачу нет нет все все это подарок для тебя мне запаковали положили в пакетик бесплатно это тебе подарок все я привезла вот дочери костюмчик вот просто я вышла была шокирована грех как-то кому же говорит ну просто тебе захотели сделать подарок причем я с мужем не то что там клиния как говорится подбивали на деревьях просто так попугайчики сидят красота такая вот я думаю что я вам только какую-то крошечку впечатлений своих рассказала маленькую я надеюсь что еще сниму видео и продолжу расскажу еще много всего интересного просто завораживает эта страна все кто туда ехал первый раз они еще не знали что но опять-таки куда смотря куда поедешь потому что мы ездили паломничество по святым местам надеюсь продолжение следует здесь вам было интересно